Июнь 1942 года. 7 месяцев советские войска обороняют Севастополь. Уже дважды немецкая 11-я армия штурмовала город, но оба раза неудачно. Защитники ведут ответный огонь из корабельных орудий, расположенных в артиллерийских фортах. Они возводились на случай нападения с моря, но сейчас противник пришел по суше. Для защиты города создано временное оперативное формирование «Севастопольский оборонительный район» из сил Черноморского флота и отдельной приморской армии. Бои идут уже несколько месяцев и принимают более ожесточенный характер. Командующий 11-й армией вермахта Эрих фон Манштейн собирает все возможные силы и решает провести генеральное сражение. Его штаб разрабатывает план «Лов осетра». Ключевое значение в нем отводится артиллерии сверхкрупных калибров. Командующий гарнизоном вице-адмирал Филипп Октябрьский получает директиву из ставки Верховного главнокомандования. «Севастополь должен быть удержан любой ценой. Если отдать город, то будет потеряна и акватория Черного моря, а полуостров станет немецкой базой в предкавказье». По свидетельству генерала Манштейна, в целом во Второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь. Вокруг города сосредоточено больше двухсот батарей. Без стержевой артиллерии взять Севастополь было невозможно. В распоряжении Манштейна оказалось 670 осадных орудий. Это 210-мм мортиры образца 1918 года, осадные гаубицы М1, 420-мм гаубица Гамму и 600-мм мортиры Один и Тор. Доставили даже орудия Дора. Для этого проделали большую подготовительную работу. Пять железнодорожных эшелонов прибыло в район Бахчисарая. 3000 человек целый месяц круглосуточно строили позиции для суперорудия. Они вырыли в холме траншею укрытия, проложили трехпутейную железнодорожную ветку. Два пути для сцепленных железнодорожных платформ, которые служили орудию-лафетом. Третий для подвоза боеприпасов. Прикрывал гаубицу авиакорпус, зенитный дивизион, полевая жандармерия и взвод служебных собак. В обслуге Доры также был дивизион химических войск для создания дыммаскировки, аэростат для наведения. Я сам читал донесения партизан, которые туда прорвались и доносили, что вы видели огромные бронепоезда, но они видели не Дору. Вот они видели только Денебруна. Авиация тоже засекала Денебруна. Ну и возникло впечатление, что Дора не действовала по Чавасополю. А лишь после войны, когда появились немецкие материалы, фотографии были. Причем по непонятным причинам даже было перепахано поле и убраны же дорожные пути. Кто-то, видимо, может быть, не хотел огласки. То есть позиция Дора под Бахстарем. Вопреки Версальскому договору, по которому проигравшая в Первой мировой войне Германия обязывалась уничтожить всю свою крупнокалиберную артиллерию и не разрабатывать новых систем. Тем не менее, сохранились конструкторские бюро при заводах «Круп» и «Рейнметалл». Там продолжали проектировать гаубицы крупных калибров. В Германии не решались нарушать условия договора в открытую. Официально работал лишь один разрешенный артиллерийский завод. Он мог производить не больше 14 орудий средних калибров в год. Компания «Круп» просто вывела военное производство за пределы Германии. В нейтральное государство. Она сотрудничала, например, со шведской фирмой «Пофорс». После Версальского мира существовала союзническая комиссия, которая строго следила за тем, чтобы в Германии не производилось того оружия, которое было запрещено в Веймарской республике иметь по условиям Версальского мирного договора. Но, с другой стороны, эта комиссия работала достаточно халатно. И где-то в 1927 году она вообще практически прекратила свою работу. И немцы могли уже разрабатывать и изготавливать все, что им вздумается в плане вооружений. На самом деле, приготовления Германии не были большим секретом. Поэтому в 1928 году во Франции начинается строительство линии укреплений «Можино». За 12 лет французы возвели полосу обороны длиной в тысячу километров, уходящую на 20 в глубину. В нее входили 118 больших и малых фортов и бронебашен, соединенных подземными галереями. В Германии зеркально построили линию Зигфрида. Финляндия ведет агрессивную политику. На рубеже 20-х годов финские войска и ополчение Шуцкор совершают рейды в советскую Карелию. В это же время начинает строиться линия Маннергейма. Между Финским заливом и Ладогой в скалах расположились несколько сотен дотов. В Советском Союзе в 1927 году стали строить линию Сталина. Она включала в себя 21 укрепрайон от Карельского перешейка до Черного моря. Были построены четыре сотни артиллерийских бункеров и две с половиной тысячи пулеметных казематов. Считалось, что противнику больше не удастся прорваться через укрепленные линии, поскольку они были обеспечены соответствующими бронетанковыми сооружениями, артиллерией, минными заграждениями и обширными фортификационными укреплениями. Все армии готовились к войне, в которой сверхкрупные калибры не смогут сокрушить оборону. Однако это имеет и обратный эффект. Создание бетонных укреплений стимулирует развитие артиллерии сверхкрупных калибров, которая могла бы взломать неприступные твердыни. Важность разработки таких гаубиц осознают во всех странах. В США работы начинают сразу же по окончанию Первой мировой войны. Но из-за Великой депрессии она идет медленно и с перерывами. Это не самое важное оружие, если ты за океаном. Проблема с использованием заключается в том, что вы уже точно знаете, во что целитесь. И спектр применения данного оружия таков, что уже заведомо известно в отношении каких позиций вы собираетесь использовать крупнокалиберную технику. Новая мировая война заставила резко нарастить темп разработок. В 1942 году на вооружение армии США принята 203-мм гаубица М1. Всего было построено тысяча орудий. Уникальной особенностью гаубиц был поршневой затвор Велена, имеющий винтовую нарезку в 4 диаметра. В том же году в американскую армию поступает более мощная 240-мм гаубица «Черный дракон». Она стала самым крупным полевым орудием в армии США во время Второй мировой войны. Гаубицы использовались в Европе и показали эффективность против бетонных укреплений. Только преимущество в артиллерии позволило союзникам прорвать линию Густаво и одержать победу при Монте-Кассино. Немецкие войска засели в горных районах под защитой стен средневекового монастыря и успешно отражали атаки союзников. И только применение артиллерии сверхкрупных калибров переломило ситуацию. Однако у «Черных драконов» был большой минус – транспортировка. Орудие перевозилось отдельно от лафета в разобранном состоянии. Это требовало применения автокрана для сборки, и подготовка позиций занимала около двух часов. К тому же колесная техника часто застревала. Решить проблему удалось только к 1945 году, когда был разработан гусеничный лафет. Правда, оснастить им успели всего один батальон. Еще более долгой подготовки требовали чехословаские 24-сантиметровые гаубицы 39 – 240 мм. Они также перевозились в разобранном виде на три части. А лафет перед стрельбой нужно было окопать, поэтому подготовка огневых позиций занимала до шести часов. Компания «Шкоды» разрабатывала их по заказу Турции. Но после оккупации Чехословакии и Германии все орудия достались вермахту. Я видел отчет мнения немцев на середине, даже на конец 43-го года. У них там чуть ли не большая, действительно большая часть корпусной артиллерии была не немецкой готовления. Во Франции не стали разрабатывать новые орудия, а надеялись на 280-мм мортиры Шнайдера. Их создали французские промышленники еще до Первой мировой войны совместно с Путиловскими заводами в Петербурге. И хотя мортира удовлетворила армию своими характеристиками, уже тогда было установлено, что ее снаряды не могут пробить современное железобетонное укрепление. Кроме самой Франции, мортиры Шнайдера стояли на вооружении в польской армии. Наследие русских арсеналов. В этом нет ничего удивительного. Царство Польское было частью Российской империи, и большое количество гаубиц было сконцентрировано в прифронтовых областях. После отделения Польши все они остались там. Парадоксально, но в советской армии не было запасов орудий Первой мировой войны. От русской императорской армии достались всего три десятка мортир Шнайдера, небольшое количество английских гаубиц и корабельная артиллерия. Что-то было потеряно на поле боя, что-то вывезено интервентами. К тому же европейские страны не признавали СССР. Запчасти и расходные материалы не поставлялись. Какое-то количество орудий лежало мертвым грузом. Перед советскими конструкторами уже в 20-е годы остро стояла проблема, связанная с тем, что нам необходимо было самим создавать новые образцы крупнокалиберной, гаубичной, прежде всего, артиллерии, мортир и так далее. В середине 1926 года у СССР назревает конфликт с Великобританией из-за Китая. Внешне политическое положение требует поставить на ноги военную промышленность. Реорганизуется военпром. Принято решение в 6-месячный срок разработать проект 203-мм гаубицы большой досягаемости. Они должны будут стать нашим ответом Чемберлену. Руководил разработкой Франц Лендер. Широкие проектные работы начинаются весной 1927-го, но в сентябре того же года Франц Лендер умирает. Это становится проблемой. В СССР ощущается недостаток квалифицированных конструкторских сил. Не так много оружейников смогут продолжить разработки Лендера на том же высоком уровне. 203-мм гаубицы у нас создавались в Советском Союзе в больших муках, что называется, потому что перед целым рядом конструкторов была поставлена задача создать такую гаубицу и самоходную, и буксируемую. В 1933 году концерн Круп получил задание на разработку орудия калибра 210 мм. Разработки по-прежнему ведутся тайно. Проект даже получает название, призванное «Сохранить секретность». 21-сантиметровая мортира образца 18. Цифра 18 в названии возвращает нас к Версальскому договору и указывает или должна указывать на то, что гаубица была разработана в 1918 году, и что фактически это нельзя было бы назвать нарушением Версальского договора. И именно поэтому многие немецкие орудия всегда имеют сокращенное обозначение «18», что на деле не соответствует действительности, поскольку, конечно же, это оружие разрабатывалось не с 1918 года, а только в 1930-е годы. Немецкие инженеры не только не отставали от оружейников других стран, они были даже впереди. Конструкция орудия мало отличалась от предыдущей 210-мм гаубицы образца 16-го года. Уникальным был «Лафет». Это одно из первых орудий с двойным откатом. Ствол откатывался в люльке, а люлька – по нижнему станку «Лафета». Это снизило отдачу и зарывание орудия в землю, что повышало точность и кучность стрельбы и почти полностью гасило импульс. Поэтому в боевом положении колеса вывешивались. Орудие опиралось спереди на опорную плиту, а сзади – на хоботовую опору. Существовал и поворотный механизм, позволяющий повернуть весь «Лафет» на основной плите на 16 градусов. Если требовался большой угол, расчет вручную поднимал заднюю часть и наводил орудие. Минусом был вес в 17 тонн. Он сказывался на транспортировке. «Лафет» с передком буксировались отдельно от ствола, который укладывался на специальную повозку. При смене позиции орудие надо было сначала разобрать, а потом собрать на новом месте. На короткие расстояния мортиру можно было перевозить и в собранном состоянии, но с опорой на заднюю тележку. Но скорость при этом должна быть очень медленной – 6 км в час. В 1936 году систему приняли на вооружение. Сначала производство мортир образца 18 идет небольшими темпами. Пока Германия формально соблюдала условия Версальского договора, было поставлено всего 22 орудия. И фактически уже с 1935 года Германия больше не соблюдает положение договора и сама принимает решение. А с приходом вермахта и провозглашением военного суверенитета Германии, французам и англичанам стало ясно, что она официально больше не будет придерживаться положений Версальского договора. В годы Второй мировой мортиры производились сотнями. Впервые их применили в Польше. Армия не могла оказать достойный отпор превосходящим силам вермахта. Стратегия Блицкрига опиралась в первую очередь на люфтваффе и танковые колонны. Многие города сдавались без боя. Достойное сопротивление оказала лишь Варшава. Немецкие генералы планировали держать Варшаву в осаде, но по личному приказу Гитлера решено было взять столицу Польши штурмом. 210-мм мортиры образца 18 обстреливали город снарядами с замедленным взрывателем, что вызвало не только разрушение зданий, но и большие жертвы среди мирного населения. В Советском Союзе над гаубицей калибра 203 мм продолжили работу отдельно две группы конструкторов. В арткоме под руководством Алексея Гаврилова создавали орудия, а гусеничный лафет для него в конструкторском бюро завода «Большевик» под руководством Николая Магдасеева. Совместными усилиями двух КБ чертежи орудия были закончены к январю 1927 года. Оружейники представили две почти идентичные версии. Комиссия должна была выбрать вариант с дульным тормозом или без него. Был выбран второй, потому что конструкция орудия и лафета позволяли обойтись без дополнительных средств гашения импульса. Опытный образец был собран в 1931 году на заводе «Большевик» в Ленинграде. После длительных полигонных и войсковых испытаний гаубица была принята на вооружение и получила индекс Б-4. Всего было изготовлено порядка 800 машин Б-4. Это была фактически наша единственная система, с которой мы могли воевать в летательской войне. Основное отличие Б-4 от немецкой мортиры образца 18 – гусеничный лафет. В остальном обе гаубицы имели схожие технические характеристики. Вес в боевом положении чуть больше 17 тонн, дальность 17 километров и скорострельность всего 30 выстрелов в час. Связано это было с медленным заряжанием. Сам снаряд весит 90 килограмм. Для того, чтобы его поднять на высоту, специальный кран есть, называется «Кокорная тележка». Вот в эту тележку вкладывают снаряд на земле тут, потом цепляют его на крюк и дальше на казеннике там есть тоже, значит, цепляется соответственно, а потом его туда в ствол, значит, загоняет это дело. А дальше уже не гильзы, а вот эти мешочки с порохом, их, значит, накладывают туда в кладенник, сколько надо, и закрывают эти самые. А потом в центр вставляется патрон, ну, типа охотничьего патрона. И ударник оттянули, все, все в разные стороны. Орудия собирались на двух заводах – «Большевик» в Ленинграде и «Баррикады» в Сталинграде. На производствах меняли конструкцию гаубиц, исходя из особенностей имеющегося оборудования. В результате в войска поступали, по сути, разные орудия. Это осложняло эксплуатацию и ремонт. В 1937 году, чтобы исправить ситуацию, создают унифицированные чертежи, учитывая доработки обоих предприятий. На следующий год выпуск орудий организуют еще и на Новокраматорском заводе. Хотя производство уже налажено, инженеры все равно стремятся улучшить характеристики гаубиц и упростить сборку деталей. Была увеличена мощность нового ствола, который был длиннее старого на три калибра. Также изменили форму казенника. Кроме этого, была цель сделать орудия более прочными. Скрепленный ствол из нескольких цилиндрических деталей заменяют на цельные стволы лейнером. Так называют тонкостенную трубку с винтовой нарезкой, которую вставляют внутрь ствола. И тогда изнашивается не ствол, а лейнер, который можно заменить. Вместе с этим нарезку сделали более крупной. Старая приводила к срыву полей нарезки и поэтому изнашивала орудие. Правда, в ходе испытаний было выявлено омеднение стволов. То есть во время движения снаряда с медной оболочкой по стволу в нем оставались следы меди, которым налипала новая медь при следующем выстреле. Омеднение приводит к коррозии и уменьшению кучности стрельбы, но легко убирается специальными составами. Поэтому плату посчитали приемлемой за решение проблемы износа ствола. Были попытки сделать и новый лафет. Гучиничный лафет, чтобы повернуть. Орудия поворачивались на плюс-3, плюс-минус-3 градуса горизонтальное наведение. Дальше нужно было звать расчеты других орудий, а расчет одного орудия было 17 человек, чтобы повернуть 18-тонную машину. Наконец, в 1939 году завод Мотовилиха взялся поставить вот этот триплекс на ход не германский, но, сделав его разборным. В принципе, уже начали были работы, но, в Гряново-Мелико-Отечественное стало не до этого. В ходе Мелико-Отечественной войны несколько раз пытались установить триплексы на другой лафет. И даже Василий Гаврилович Грабин, великий наш конструктор с артиллерий, в конце концов написал, что физически это сделать, поставить на колесах. Вот, вот эту систему нельзя. Достаточно скоро Б-4 нашли боевое применение в Зимней войне. Это было самое эффективное из имеющихся в СССР средств борьбы с финскими фортами линии Маннергейма. Свою эффективность показала непредусмотренная инструкция и стрельба прямой наводкой. А чтобы разрушить форт-миллионер, почему «миллионер» называли финские форты, потому что на него ходило более миллиона финских марок. Если бы разрушить вот этот форт-миллионер, гаубицу Б-4 на героический расчет, действительно героические парни, подтягивали нас на 200, а то и на 100 метров. Гаубицу Б-4 весом 18 тонн и без щита. И вели огонь. Чтобы пробить доз, нужно было дважды попасть в одно и то же место. В ходе этой кампании гаубицы Б-4 получили прозвище «карельский скульптор», потому что своими выстрелами создавали каменные цветы из развороченных финских дотов. Практика показала эффективность артиллерии сверхкрупных калибров против передовых укреплений того времени. Прорвать линию Маннергейма удалось огромной концентрацией стволов. Дот выводился из строя двумя выстрелами из гаубицы Б-4. Сначала осколочно-фугасный снаряд разбивал земляную подушку, обнажая бетон, затем бетонобойный завершал дело. К середине 30-х годов 280-мм мортиры Шнайдера, проимевшиеся на вооружении Красной Армии, были немногочисленны и к тому же морально устаревшими. А вот боеприпасов к ним оставалось на складах много. Чтобы можно было их использовать, решили создать мортиру, которая бы вместе с гаубицей Б-4 составила триплекс. Почему триплекс? Или дуплекс? Триплекс – это когда два или три соответствующие орудия устанавливаются на одном лафете. И вот все три системы триплекса, то есть гаубица, пушки и мортира, будут установлены на едином гученическом лафете. К разработке на конкурсной основе привлекли конструкторское бюро «Большевик» и баррикады. На заводе «Большевик» под руководством инженера Крупчатникова была создана модель Б-33. Мортира имела скрепленный ствол из трубы кожуха и казенника. И затвор, как на мортирах Шнайдера. В апреле 1936 года Б-33 прошла полигонное испытание. Было рекомендовано отправить мортиру на испытания войска. В Сталинграде на заводе «Баррикады» разработали проект БР-5, который отличался от Б-33 большим весом и поршневым затвором. Также имелся специальный механизм приведения на заряжание – быстро опускающий ствол в горизонтальное положение. БР-5 полигонное испытание не выдержало. Орудие отправили на доработку. Однако еще до завершения испытаний и вердикта комиссии заказ был отдан на завод «Баррикады». Причины такого выбора неизвестны. Но фактом является то, что к началу войны было произведено меньше 50 орудий БР-5, и выпуск прекращен. Что касается тяжелых мортир, то они были предназначены только для ведения навесного огня. Стрелять по настильной траектории они не были способны. Более того, тяжелые мортиры были немобильны. Они не могли сравнительно быстро сменить свою огневую позицию. Поэтому они ввели огонь с закрытых позиций, как правило, в достаточно значительном удалении от цели. Но тяжелая мортира имела снаряд куда большей мощности, чем у гаубицы Б-4. Кроме гаубиц БР-5 в Сталинградском КБ разработали также 305-мм гаубицы БР-18 на основе орудий чехословацкой фирмы «Шкода». Но их производство пришлось прекратить, когда возникли проблемы с поставками деталей. Собрано было всего три гаубицы, поэтому значительного влияния на ход войны они не оказали. Были в Советском Союзе попытки создать и гигантскую гаубицу, которую разрабатывали в особом конструкторском бюро большого калибра в Сталинграде. Но идея осталась лишь в чертежах и макетах. Поэтому создание суперорудия не отвлекало ресурсы и мощности от производства гаубиц Б-4. В Советском Союзе уделяли внимание выпуску большого количества хорошего оружия вместо отдельных сверхкрупных гаубиц. Гигантские орудия известны еще с Первой мировой войны. Труба кайзера Вильгельма обстреливала Париж. В это же время сами французы построили две 520-мм железнодорожные гаубицы особой мощности. Одна из них взорвалась во время тестовых стрельб. Вторая в 1940 году захвачена рейхом и использовалась на Восточном фронте под Ленинградом. С 1935 года разработкой артиллерии фирмы Круп занимается профессор, главный инженер Эрих Мюллер. У Эриха Мюллера было прозвище «Пушечный Мюллер», что по сути прямо говорит о том, что он был самым важным конструктором фирмы Круп по разработке крупных артиллерийских орудий. Больше всего Мюллер известен работой над двумя сверхмощными орудиями – «Толстый Густав» и «Дора». В 1936 году при посещении завода Круп фюрер потребовал от промышленников создать сверхкрупные орудия для разрушения французской линии Можино. Гаубица калибра 805 миллиметров должна была пробивать семитонными снарядами броню толщиной в метр либо бетон толщиной в семь. Название «Толстый Густав» орудие получило в честь директора завода «Густава Круппа». О происхождении имени второго орудия «Дора» точно неизвестно. По одной из версий, так звали жену Эриха Мюллера. Но скорее «Дора» получила имя уже в войсках. Сверхтяжелые артиллерийские системы «Дора». Это 80-сантиметровое орудие в боевом положении весило 1350 тонн, что является огромным весом. И еще примерно 4000 солдат должны строить позицию для нее, чтобы можно было использовать это орудие. И такие огромные орудия можно было перевозить только по железной дороге. Германским орудием не пришлось взламывать линию Мажино. Вермахт просто обошел ее. Обстреляли лишь несколько фортов. При этом в одних случаях это был отвлекающий маневр, а в других немцы серьезного ущерба сооружением нанести не смогли. Форты Хохвальд и Шоненберг оказались немецким гаубицам сверхкрупного калибра не по зубам. Зато все немецкие, чешские, французские мортиры использовались вермахтом при осаде Севастополя. Немцам нужен был плацдарм для прыжка на Кавказ, для доступа к нефти и последующего выхода к Ирану. Это была большая стратегическая идея Гитлера. Поэтому сил и средств не жалели и стянули под Севастополь всю артиллерию, которую смогли собрать. Это решение имело и обратную сторону. Это всегда было больше проблемой в сфере логистики, потому что нужно закупать самые разные типы боеприпасов для отдельных орудий, что всегда приводило к большим трудностям. А иногда случалось и так, что для конкретного орудия имелось лишь ограниченное количество боеприпасов, что делало использование, в частности, добытых видов орудий, очень затруднительным. Огонь по Севастополю вела и Дора. Единственное боевое применение гигантской гаубицы. Первый выстрел был сделан в полшестого утра 5 июня 1942 года. На станции Бахчисарай, в нескольких километрах от позиции орудия, звуковой волной выбило окна. Через 45 секунд гигантский снаряд взорвался недалеко от склада боеприпасов. На перезарядку орудия уходил час. Следующие шесть выстрелов Дора сделала по батарее номер 16. Эффективность Дора была слабая. Например, батарея номер 16, которая имела 10-дюймовое орудие, в 1936 году какой-то умник перевел эти орудия из Севастополя в Провстад, где они совершенно не нужны были на Форте Ив. А немцам в голову не пришло, что такая мощная батарея большевики разоружили. И вот дважды вот эта Дора утюжила по этой батарее, что-то пустой. Ну а так, снаряды Дора пробивали слишком глубоко, уходили в землю, там камуфет какой-то происходил. За несколько дней Дора произвела всего 51 выстрел. Большинство – мимо. Обстрел прекратился так же неожиданно для советских войск, как и начался. Как потом выяснилось, Дора вышла из строя. Ствол орудия отправили в Германию на заводы Круппа для ремонта. Больше он не сделал ни одного выстрела. Немецкие генералы отмечали, что Дора – настоящее произведение искусства, однако совершенно бесполезное. Гораздо более эффективно вели огонь 21-сантиметровые мортиры образца 18. За несколько дней они сделали по Севастополю 13,5 тысяч выстрелов. Немецкие артиллеристы тоже применили непредусмотренные инструкции огонь по фортам прямой наводкой. Хотя гаубицы и мортиры рассчитаны в первую очередь на стрельбу по баллистической траектории, но иного способа уничтожения укрепления Севастополя не было. Следует отметить, что в немецком языке все орудия калибром более 20 сантиметров называют мортирами. Оружие было достаточно точным и обладало, соответственно, высокой мощью. А, например, орудийная башня форта «Максим Горький» в Севастополе была выведена из строя прямым попаданием такого орудия. Усилия долго не приводили к результатам. И в целом не сверх крупный калибр заставил РККА покинуть Севастополь, а блокада фарватеров в Черном море. Без подвоза боеприпасов сражаться невозможно. Форты не были разрушены, но прекращали сопротивление, когда заканчивались снаряды. Тот же форт «Максим Горький», точнее 30-я бронебашенная батарея, несмотря на потерю нескольких орудий, бился до последнего. Из расходового в боезапас два оставшихся орудия стреляли учебными снарядами. Одна из таких металлических болванок оторвала башню немецкого танка. Когда закончились и учебные снаряды, и остался только порох, защитники вели огонь холостыми выстрелами. Севастополь держался 250 дней. За это позже он получит звание города-героя. Этот опыт был учтен Красной Армией уже в Восточной Пруссии, когда встал вопрос штурма укрепленного города. Комендант Кёнигсберга Отто Ляш считал, если русские смогли оборонять Севастополь 250 дней, то немецкая цитадель продержится дольше. Но командиры советской армии тоже учли опыт Севастополя. Крупнокалиберная артиллерия, гаубичные полки из резерва Верховного главнокомандующего участвовала в штурме Кёнигсберга с первых дней. Такую артиллерию придала нам ставка, потому что Кёнигсберга – это мощная крепость. Толщина напольных перекрытий бронированных до трех метров. Вот пробей, пожалуйста, эту крепость. Советская артподготовка длилась три дня. Утром 6 апреля в 12 часов под прикрытием огневого вала вперед пошли танки и пехота. Но роль гаубиц сверхкрупного калибра артподготовкой не исчерпывалась. Они наряду с другими орудиями были включены в состав штурмовых групп. Необходимо было подавлять огневые точки прямой наводкой. Создавались специальные группы штурмовые. Вопреки всем канонам, ведь артиллерия считалась большой мощностью резерва главного командования. Но в престоле Кенигсберга, Бресуралов и Берлина, особенно Берлина, создавались штурмовые группы. Один или два установки Б-4 и группа автоматчиков. Кенигсберг был взят за два с половиной дня. Штурм продолжался меньше, чем артподготовка. Уже в плену Отто Ляш узнал, что Гитлер приговорил его к смертной казни, а семью подверг репрессиям. Фюрер подозревал Ляша в предательстве. Он не мог поверить, что такую укрепленную крепость можно взять за столь короткий срок. Но через некоторое время гаубицы Б-4 уже успешно применялись в уличных боях при штурме Берлина. Артиллеристы даже придумали уникальный прием – снайперский гаубичный выстрел, когда огневая точка противника подавлялась сквозь окна и двери снайперскими выстрелами прямой наводкой. При этом сверхкрупный калибр совершенно не предназначен для боя внутри города. По многим причинам. Одна из них в том, что после залпа звуковая волна от мощных орудий, отражаясь от стен, оглушала своих же солдат. Просто нужно перед выстрелом приоткрыть рот. Тогда в грабанную перепонку с двух сторон звук поступает. С атмосферы и через открытый рот. А если рот закрыт, то только с одной стороны вот волна, звуковая волна может порвать в грабанную перепонку. И были такие случаи. Мы пехоту часто контузили. Вот ведем огонь, особенно на шестом заряде. Шестой заряд – это самый большой заряд. Вот он глушит здорово. А мимо пехота проходит, да пусть по траншеи бежит, развернутся. Они же не знают наших законов. Рот не открывают. Наши солдаты кричат – откройте рот. Они думают, что смеются над ними. СССР сделал правильный выбор, наладив массовое производство гаубицы сверхкрупного калибра, а не нескольких суперорудий. Гаубицы не всегда оказывались фиктивными против фортов и дотов. Тем не менее, закончили эпоху оборонительных линий, показавших при гигантских затратах небольшую эффективность. Сами гаубицы получили дальнейшее распространение. Лишь начиная с 50-х годов, гаубицы сверхкрупного калибра начинают заменять ракетное оружие. До сих пор созданные в период Второй мировой войны модели стоят на вооружении некоторых стран. Редактор субтитров А.Семкин